Минэкономики Мордовии отчитывается, насколько эффективными оказались меры поддержки бизнеса в сложное время. Санкции, трудности с кредитами, пополнением оборотных средств, разрыв логистических цепочек. Все это пришлось чинить на ходу, чтобы не остановить производство и не оставить рабочих без зарплаты, а бюджет без налогов. Кредитные каникулы на сегодняшний день уже предоставлены 221 субъекту МСП на сумму более 2,3 млрд рублей. По льготным программам кредитования уже получено 160 заявок от малых предприятий на сумму 1,4 млрд рублей. Из своих денег республика на поддержку предприятий потратила 225 млн рублей. Министр экономики также сообщил, что Мордовия выступила кредитным гарантом для 11 предпринимателей. На стадии рассмотрения сейчас еще две гарантийные заявки. Хорошие новости для сферы ЖКХ. Правительство России приняло решение поддержать подрядчиков капремонта многоквартирных домов. Правительство разрешило региональным операторам увеличить аванс подрядным организациям, которые занимаются капремонтом многоквартирных домов и корректировать цену контракта. Таким образом строители смогут покупать для ремонта не самый дешевый материал, который смогут отыскать на рынке, а более качественный. Ну и цены самого подряда тоже теперь сможет регулировать региональный оператор. Учитывая цены на стройматериалы именно в Мордовии. За последнюю неделю динамики роста по основным строительным материалам не наблюдается. А по материалам металлического производства у нас уже вторую неделю наблюдается незначительный порядок 1-2%, но снижение. Минсельхоз республики сообщил, что готов взять на себя часть расходов региональных хлебопеков. Чтобы получить субсидии, необходимо подать документы в ведомство. Прием заявок уже начался. Субсидию рассчитывали так – 2520 рублей на одну тонну готового хлеба. Получать эту поддержку пекари смогут до конца года. А еще министр сельского хозяйства и продовольствия рассказал, как за последнюю неделю изменились цены на продукты, произведенные в Мордовии. Речь идет о ценах, по которым фермеры и аграрии поставляют товары в магазины. Рост вкусных цен не зафиксировано. Снизилась цена на молоко, на масло сливочное, мясо свинины, на капусту. Сколько ритейлеры накинут на цену товара, большинство из покупателей может подсчитать во время очередного визита в супермаркет. И сравнить цену с той, что есть в магазинах местных производителей продуктов. Повлиять на жадность продавцов нельзя, но покупатель всегда может проголосовать рублем и поддержать мордовского земледельца. Юлия Парунова, Павел Толобаев. Наши новости.